Всем привет, это я, Аленчик, и я дизайнер по шторам уже 12 лет. И сегодня мы будем говорить о карнизах для штор, потому что это очень важно. И я в своей жизни не пропустила ни одну установку на своих заказах, поэтому чуть-чуть стала разбираться. Немножко хочу поделиться этой информацией. И я думаю, что вы хотите сами себе купить карнизы, сами установить. Поэтому я вам расскажу чуть-чуть, о чем не забыть, что нужно помнить и как это все укомплектовать, собрать, чтобы у вас все получилось. Поехали! И для начала я начну рассказывать о пластиковых карнизах. Это у меня карниз идет польский, то есть он составной. Видите, две полоски плюс одна. Можно соединить и будет вам счастье, будет три полоски. Чем мне нравится этот карниз, что в нем уже просверлены дырочки. И вам уже не надо будет тратить на это время, чтобы рассверливать. Например, вот в алюминиевом карнизе придется вам рассверливать, рассчитывать ширину между дырочками. И мне что нравится, что когда саморез проходит через карниз и закручивается в потолок, его можно закрыть вот такой пимпочкой, такой вот кнопочкой. Видите, как красиво потом будет смотреться на потолке. То есть не будет видно никакого самореза, ничего. И мне нравится, что есть хорошее расстояние между рельсами. Рельсами я называю вот эти вот салазки, вот эти вот места, где проходят крючки. И мне еще нравится в польском карнизе то, что они, во-первых, потолще будут, чем другие. То есть вот если взять, вам показать на срезе, то видно, что этот карниз более полый. То есть есть вероятность, что он сломается во время прикручивания. Хотя вот здесь тоже есть дырочки. Этот карниз тоже говорят, что польский цельный. Но я не верю. То есть я думаю, что это украинский либо молдавский. То есть вот это недавно у нас появилось, такие три полоски именно вот этого карниза. Но я ему не очень доверяю. Он, если посмотреть на просвет, вообще просвечивается. Видите, как бы вот показываю. Вот. А этот вообще не просвечивается. То есть он реально толще. Здесь прямо толщина где-то полтора миллиметра. А здесь один миллиметр. Ну реально, как сказать, мне не нравится вот этот карниз. Несмотря что он цельный, вроде бы нет проблем. То есть я, несмотря что здесь я буду устанавливать в два раза больше саморезов. Потому что здесь саморезы идут каждые там 40 сантиметров или 35, я точно не помню. Здесь намного реже в шахматном порядке. Здесь работы больше при установке. Но я за качество. То есть я клиенту всегда буду ставить польский карниз. Если нужно. И обычно я его, кстати, ставлю в нишу. Я знаю, что еще сюда можно пристегнуть планку. У меня нету, кстати, образца. Но я сейчас покажу на видео. И этот карниз очень самодостаточный. Очень здоровский. Мне он нравится. Про этот я уже сказала, что вроде бы все хорошо в нем. Но я немножко не доверяю пластику. Мне кажется, вот если польский он так и останется белый, то этот пожелтеет. И более того, польский, вот про польский я договорю. Он очень прочный. Соответственно, углы не будут скалываться за много лет использования. Этот есть шанс, что будут ломаться вот здесь уголочки. И я не хочу потом, знаете, перестреливать карнизы у клиентов. И падать лицом грязь, что называется. Хотела сказать про польский, что у них еще есть поворотники. И мне нравится, что эти поворотники можно расстегивать. То есть из 90 градусов можно сделать 45. Вот видите, разделяется. И есть правые и левые поворотники. То есть делай, лишь бы было красиво. То есть можно разные формы изогнутые делать. Можно закруглять карниз в сторону стены, чтобы не было видно сбоку зазоров. И мне нравится, что есть еще вот такие аккуратные заглушки. То есть когда карниз устанавливается, то можно просто пристегнуть вот такую заглушку. Сейчас попробую пристегнуть правильно. Вот, и будет красивенько. То есть польские действительно классные. Так, существуют еще турецкие карнизы, но я вообще их никогда в жизни не ставлю. Те еще более хрупкие. И там дырочки нужно делать самому. То есть нужно рассчитывать эти дырки. Ну, я их называю одноразовые. До первой серьезной нагрузки. Мне очень нравится алюминиевый карниз. Именно с планкой. Люблю то, что можно поставить сюда заглушки. Мне нравится, что можно выбрать широкий или узкий. Не обращайте внимания, это рабочий образец. То есть он уже пережил, наверное, лет пять в моей сумке. И мне нравится, что тюль можно спустить на первый ряд по монтажной ленте. И крючки будут очень хорошо ходить, очень удобно, легко. И плюс это все-таки металл, а не пластик. То есть я в 90 случаев, если надо ставить потолочный карниз, ставлю алюминиевый. И здесь уже идут нюансы. То есть здесь никогда не бывает дырок. Ты уже сам, получается, рассчитываешь, сколько тебе нужно дырок. И обычно, как я делаю, то есть я отступаю пять сантиметров от края. Делаю первую дырку. И дальше уже я стараюсь, чтобы между дырками было где-то сантиметров 35-40. Так, что я хотела сказать, что обычно в спальню и в зал я ставлю три полоски карнизов. То есть, вот видите, здесь две. И можно всегда еще плюс одну поставить отдельную рельсу. У меня, к сожалению, нет образца. Обычно я в зале и в спальне ставлю три полоски карнизов. То есть вот здесь, видите, двойной. И продается еще отдельно тоненькая рельса, вот такая вот узенькая. И я ее отдельно потом устанавливаю. Да, заглушка ее не перекрывает. Но, в принципе, это неплохо смотрится. И в спальне, получается, я тоже так же делаю. А на кухне, допустим, и в детской, то я уже, если по модели не требуется, я по-любому ставлю две полоски. Обычно на кухне требуется одна, но мало ли что, лучше две. Для чего я использую вот этот карниз? Тонкий, без планки. Это алюминиевый карниз. И чаще всего он идет у меня на балкон, где очень часто окна расположены прямо под самый потолок. И у меня остается около сантиметра, чтобы открыть окно. Соответственно, этот карниз меня спасает. То есть, окно проходит буквально в миллиметрах от карниза. И если людям нужно там повесить шторы, то они их могут повесить только потому, что есть возможность. Любой другой карниз не подходит. Они уже толще. То есть, вот если вот так сверить, сразу видно, что этот карниз на пару миллиметров тоньше. И этот карниз является спасением в случае, когда окна слишком высоко находятся под самый потолок. Хотела рассказать, как я меряю швину потолка, для того, чтобы понять, сколько отрезать карниз. То есть, когда, допустим, установщик поднимается посередине комнаты, он ставит себе тоненькую, какую-то маленькую меточку, еле видную, карандашиком. И если, допустим, потолок слишком длинный, допустим, 4 метра, он рулеткой выкладывает в одну сторону до этой точки, потом в другую сторону до этой точки. И я записываю, складываю, и тогда мы получаем идеальную ширину карниза. И мы не ошибемся. И еще очень важно минусовать 1 см, то есть, на вход для крючков, чтобы крючки одевались. Многие спрашивают, как понять, сколько отступить карнизом от багета, либо от края потолка. Вам всего лишь нужно знать ширину самой выступающей точки, например, подоконника, либо батареи, допустим, 15 см, и прибавить 1,5 см. И вот на карнизе это будет вот эта точка, то есть, на карнизе это будет вот эта точка, которую вы получите. Главное, чтобы вы не забыли минусовать ширину багета, и тогда у вас все получится. Если у вас натяжной потолок, то есть вот такие удлинители, он устанавливается следующим образом. То есть, вот эти две дырочки, вот эти дырочки устанавливаются в стену, вот так вот, да, а карниз вот таким образом прикручивается. Я покажу на видео тоже, как это выглядит со стороны. То есть, если у вас натяжной потолок, всегда есть решение установить алюминиевый карниз, и будет вам счастье. Все, кто еще не знают, как правильно вешать шторы и снимать. Я часто вижу ситуацию, когда девочки одевают, вот закидывают крючки на карниз, и потом наверху одевают шторы, то есть застегивают наверху крючки на шторе. Это неправильно. Нужно крючки застегнуть на тюле, где-то внизу, да, там на гладильной доске или на диванчике, вот сесть и пристегнуть. И потом с крючками одеть, с крючками снимать. Это, кстати, одна из самых больших ошибок, которая меня смешит всегда. Когда уже он установлен, вам нужно померить высоту, именно упираясь в сам карниз, справа, слева и середины. То есть главное, чтобы вы увидели, есть перепад или нет перепада. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал. И помните, глаза боятся, руки делают. Берегите себя и до новых встреч. Пока!